Владимир Ильич и Духов, я предвестный Сарский Медведь. Сегодня Святая Церковь празднует память всех святых землеросейских и святых. Всех святых от века просиявших со дня крещения Святой Руси. В Граде Киеве произошло великое, величайшее событие. Языческие, славянские времена приняли крещение. Святой благоверный князь Владимир, который крестился здесь, в Крыму, древний Кавридия, принес христианство на Русь. И Русь крестилась и дала великий плод. И ни одно государство, ни один народ не называется святой, как Русь святая. И нам дан завет, завет наших отцов. Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. Именно ради этого Господь соблюдает нашу Русь, соблюдает наш народ. Именно это является основным знаменем милости Божией и камнем преткновения, пререкания народа. Именно поэтому так ненавидят нас силы зла и хотят уничтожить Русь святую в безумии своем. Потому что в сие есть удел Богородицы. И она избрала Русь святую, как последний свой удел. Третий Рим и четвертый Рим, как сказали отцы святые. До конца времен Русь святая будет соблюдаться Богом. Поэтому и несем мы такие тяжкие испытания, когда отступаем от веры. Когда теряем благодать. Когда оскудевает вера в народе. Не для этого Бог соблюдал наш народ. Вспомните Великую Византию. Когда она в богатстве и роскоши погрязла, утопала. Благочестие ослабело. И пала Великая Византия. Даже Русь не поднялась до тех величайших пределов. До которых Второй Рим, Византия поднялась. Но не это нужно было Богу. Не слава и могущество. А вера и благочестие. Ищите прежде всего Царствие Божие. А все остальное приложится вам. Вот к чему призывает нас Господь. Царствие Божие мы должны искать. И тогда Господь дает стране, народу и славу и могущество. Но слава Его в твердой вере, в незыблемости Церкви, в послушании, в смирении и терпении, а наипаче в любви, в любви ближней. И к этому приучают нас и призывают все святые, в память которых мы сегодня честны. Все святые земли наши. Русь святая. И никто из них не называл себя другим народом. Все мы были единым народом. Русь святая нас объединяла. А сейчас враги наши, которые хотят уничтожить этот народ единым. Они разделили нас. И назвали нас другими именами. Все были русские. И все были едины. А теперь русские стали украинцами, белорусами. Кем угодно. Итак, нас разъединили. Где мы видим в древних писаниях славянских, киевских, украинцах, белорусских? Все Русь святая русичек. Да и не в этом дело. Не то важно, как мы будем называться. Важно, что мы единый народ. Единая Русь святая, неделимая. И то, что происходит деление, то, что происходят какие-то национальные градации. Это уже говорит о нашем величайшем падении. Мы внутри себя делимся на национальности, на нации. Этим закончилось падение Византии, величайшей империи, самой великой за всю историю человечества, самой могущественной и продолжительной по своему господству. Но ее нету сейчас и в помине Византии. Что от нее осталось? Ничего. И одно из самых великих бед Византии, это был греческий национализм. Когда греки себя поставили выше других. Где они? Они так же рассеялись за гордыню. Господь их смирил. И нету за той великой Византии. И Греция во все времена подвергалась напастям. Господь посылал это. По гордыню. По национализму. Вот к чему это приводит. Осталась маленькая Греция, которая совершенно уже не представляет той красоты и великой былого. Которая так уничтожена мусульманским миром. Который смиряет ее. И было, вы знаете, время, когда вообще нельзя было говорить. Исторически мы это знаем. О том, что греки или православные. Вот такое было время страшное. Вот к чему нас толкают наши враги. Вот к чему приводит этот национализм. Вот поэтому и призывают наши отцы услышать этот глаз и внемлить ему грусть святая. Храни веру православную. В ней же тебе утверждение. Аминь. Аминь. Исторически мы помышления нашему сыну. Храни веру православную. Пресвятые Матери, Преодолитчицы Нашего Городия и Пресвятые Родины, Я думал, что мы председатель субтитров, новости и избавокими в Ищества, отчаяния рождению Сухи и Отдательства. Пусть слышны, Боже, спаситею нас, и милость, милостью будет Владыков, как в связи с праздничными определениями, отстать нам в том финансах, научая нас оставлять и готовить Богу наших, и предплати гнев при этом милостью, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok